привет всем любителям компьютерного антиквариата сегодня поговорим о кэш-контроллере протестируем такой замечательный кэш-контроллер от компании TecRAM вообще кэш-контроллер нужен для того чтобы ускорить работу жесткого диска а именно если дословно из инструкции конкретно этого контроллера он устраняет узкое место между шиной ввода-вывода и жестким диском так рассмотрим ближе сам контроллер здесь у нас находится что-то вроде биоса здесь у нас спикер можно подключить индикатор работы жесткого диска 2 и дешевых разъема сам чип TecRAM процессор Harris 286 то есть совсем недавно можно недавно если говорить про то время были материнские платы с такими процессорами и вот здесь такой процессор уже используется 20 мегагерц всего лишь на контроллере здесь у нас 4 мегабайта сим-памяти и здесь еще контроллер флопика микросхема и сам разъем флопи диска вообще что может данный контроллер кроме того что он просто ускоряет работу вашего жесткого диска он еще может работать в режиме RAID 1 то есть можно зеркальные создавать копии дисков одновременно данные пишутся на один диск и на второй повышается надежность то есть один диск вышел из строя включили другой и все у вас как бы работает также можно объединять несколько дисков в один то есть объединить например два диска чтобы операционная система видела его как один и также здесь green cash у нас то есть зеленая технология энергосбережения присутствуют если нет обращения контроллеру очень низкое энергопотребление но это можно включать можно отключать по желанию то есть уже в 90-х годах люди активно и в компьютерной отрасли боролись за энергопотребление хотя цена электричества на то время да и сейчас в принципе ну по крайней мере в наших странах еще относительно небольшая так на чем мы будем тестировать все это то есть тестовый стенд видеокарта тридент стандартная на которые обычно проверяют старые платы с помощью которой точнее твг 9000 c и материнская плата от компании asus я люблю называть именно название asus не asus не asus а asus мне больше что нравится в общем и здесь цели 8 мегабайт сим памяти обычная фпм не да да и 266 от компании интел обычный процессор стандартный такой но здесь у нас вот в большинстве на присутствуют и 128 килобайт л 2 кэша такая вот платка есть также к ней инструкция что очень неплохо здесь немножко выгорело вот это вот цветная фишка это на старых платах asus еще до начала двухтысячных использовался такой вот логотипчик с переливом со всеми цветами радуги как мы видим нигде asus принципе не написано только вот здесь внизу asus так интересно еще написали копирайт не вместе копирайт на 94 год в общем есть мануал это его можно в принципе найти в интернете не обязательно иметь в текстовом виде но в оригинальном приятно в принципе очень приятно что он есть здесь вот еще здесь написано что это asus а так по-другому и в принципе не догадаетесь так давайте переходим к нашему тестовому стенду давайте посмотрим на все собранном виде здесь у нас блок питания дтк который мне верно служит предыдущие два тэшных блока сгорели винчестер 212 мегабайт флопик на всякий случай так и вот это все вот так вот таким образом все выглядит в качестве платформа у нас коробка от активного оборудования циска используется в качестве подставочки так давайте запустим и посмотрим как это все работает включаем наш блок питания итак загрузка произошла у нас довольно быстро довольно резво на этой материнской плате и с помощью программы hd speed сейчас мы проверим насколько быстро работает данный винчестер на стандартном контроллере так это то есть она мне нужны замечательные звуки старого винчестера в разных режимах такое впечатление что с ним может случиться и что может заклинить таких тестах все выкручивая результаты монтаж иконечения так чтоرك8 разы Результаты перед нами на экране. Чего мы здесь видим, скорость чтения 1 мегабайт в секунду с копейками. В общем, это нам пока ни о чем не говорит, сейчас вставим каш-контроллер и посмотрим как себя поведет он. И еще в качестве эксперимента давайте перепишем просто какую-то папку с одного логического диска на другой, посмотрим сколько это займет времени и потом сравним. Хотя это не очень правильно, поскольку надо по идее иметь еще второй винчестер. Это будет такой специфический тест, но посмотрим есть ли какая-то разница все-таки. Папка у нас занимает 4 мегабайта, это место сейчас проверим. Проверим по видео, посмотрим сколько секунд будет. И еще давайте зайдем в программу CheckIt и также проверим скорость нашего жесткого диска. Замечательные звуки просто. Итак, перегружаемся и тестируем дальше. Все, каш-контроллер установлен на плату, запускаем и производим необходимые минимальные настройки для того, чтобы обеспечить его работу. Заходим в BIOS. Нам надо здесь поменять тип диска согласно инструкции и поставить просто Type-1, вот ставим Type-1 и сохраняем. настройки. Сейчас зайдем в меню каш-контроллера, просто вам покажу, как оно выглядит. в меню каш-контроллер. Перед нами меню с настройками данного контроллера, можно посмотреть параметры дисков здесь, задать, разные опции контроллера, флопик отключить и т.д. Так, green cache у нас disabled, информация о жестком диске, низкого уровня форматирования, настройки мирроринга, короче, и т.д. Ну, нам это, в принципе, особенно не надо, я просто подключил, поставил Type-1 в BIOS и система, в принципе, готова к работе. Для DOS никаких драйверов не требуется, так что, выйдем сейчас и уже загрузим нашу систему, посмотрим, как это все будет. Так, система загрузилась, идем в HD Speed и делаем снова те же самые тесты. Ну что же, тесты выполнились гораздо быстрее, как мы видим, результаты тоже в целом лучше. Сейчас мы зайдем, сохраним этот отчет, так, Q2, давайте так назовем его, короче, и сохраним. Сейчас выйдем, посмотрим, какая у нас здесь разница. Так, сначала осмотрим контроллер, что у нас есть здесь. Скорость чтения кэша максимальная 2 мегабайта в секунду. Здесь 1.4, 1.2, вот, все вот так. И теперь заходим сюда, смотрим. Скорость максимальная чтения из кэша у нас 17 мегабайт, а там было только 2. Здесь тоже было по мегабайту. Тут значительно быстрее работает. Вот эти цифры приблизительно находятся на том же уровне. И тут вот эта цифра больше. Максимальная линейная скорость тоже значительно больше. То есть это неплохо. И, кстати, скажу, вот от ощущений просто работы, вот, например, даже в этом, что-то у нас Волков Commander, наверное, или Norton Commander, гораздо быстрее отзыв максимально. По папкам, когда двигаетесь, все происходит очень быстро, без задержек. Даже сам курсор передвигается быстрее. Так, давайте сейчас эту папочку удалим. И опять ее сюда перепишем, посмотрим, сколько это займет времени. По ощущениям, вроде бы, стало быстрее. Вы уже на картинке увидите результаты. Точнее, на экране. И давайте еще посмотрим CheckIt, как работает. Достигнут максимальный уровень производительности, поскольку софт этот довольно старый. Тоже можно сравнить, будет потом показатель, я уже напишу на экране, какая там разница. Итак, подведем итог. В принципе, кэш-контроллер, от него реально есть заметная разница, даже без тестов, когда вы просто в файловом менеджере передвигаетесь, что запускаете, все гораздо быстрее. И однозначно для тех, кто хочет собрать максимально быструю, самую лучшую платформу на Socket 3, покупка кэш-контроллера является, конечно, обязательной. Но другое дело, что их довольно тяжело найти, особенно в последнее время. Я уже несколько месяцев, как минимум, в Украине в продаже их не видел. То есть, вещь весьма редкая. Ну что ж, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.